Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Парли Пименон. Сегодня мы будем просматривать шестую главу. Именно просматривать, потому что здесь много дается имен. Но нет сюжетных линий, связанных с этими именами. Поэтому будем останавливаться только на тех именах, на тех некоторых событиях, которые здесь описываются очень кратко, по ходу просмотра этого текста. Значит, с первого стиха по стих третий от Левия до Аарона и его сыновей. Это для нас важно, потому что колено Левина – это священческое колено, а Аарон – это был пересвященник Божий. Сыновья Левия – Герсон, Кааф и Мерари. Сыновья Каафа – Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Дети Амрама, Аарон, то есть Аарон был старше, Моисей, Моисей был младше, и Мариам, Мариам – это сестра Моисея, помните, которая бежала за корзинкой и смотрела, куда плывет маленький Моисей, когда мать, вскрывая его от возможной гибели, и положила его в корзинку, помолилась и отправила по водам Нила. Надо сказать, что и Аарон, и Моисей, и Мариам – они были пророки. Аарон был пророком пред Моисеем, от имени Моисея, Моисей был пророком Божьим, и Мариам тоже пророчествовала. Моисей называется наикратчайшим из людей. И был момент, когда даже Аарон и Мариам восстали против Моисея, но за это Господь их наказал проказой. Библейская проказа, Мацора – это не та лепра, проказа, которую мы знаем, это, скорее всего, некое духовное заболевание, которое давалось людям именно за осуждение других людей. То есть кто-то, осуждая другого человека, он может заболеть этой Мацорой. Сыновья Аарона – Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Далее, с 4 по 15 перечисляются имена первосвященников от Иллиазара до Иоседека. О прочих потомках Левия говорится с 16 стиха по 29, а с 31 по 48 говорится о храмовых певцах. 31 стих. Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем со времени поставления в нем ковчега. Они служили певцами пред скинею собрания, доколе Соломон не построил дома Господня в Иерусалиме, и они становились на службу свою по уставу своему. То есть, пока храм не был построен, они совершали свое служение, пели перед ковчегом завеса, который был размещен в неком шатре в Силоме, где ковчег находился какое-то время. Потом Давид переносит ковчег в Иерусалим, и это служение переносится в Иерусалим. А когда строится храм Соломона, ковчег вносится в этот храм, поставляется во святая святых этого храма за завесы. И 48 стих. Братья их левиты определены на всякие службы при Доме Божьем. То есть, те, которые не входили в группы певчих, они определялись на другие работы. То есть, носили шесты, носили воду необходимую для службы, следили за огнем на жертвеннике, разливали лампадное масло и зажигали эти светильники. С 49 по 53 стих говорится о первосвященниках «От Аарона до Садока и Ахимааса». 49 стих. «Аарон же и сыновья его сожигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кодильном и совершали всякое священодействие во святом святых». То есть, только первосвященники могли входить во святая святых. «И для очищения Израиля во всем, как заповедовал раб Божий Моисей». И дальше вот даются их имена. «Вот сыновья Аарона, Елеазар, сын его, Финес, сын его, Авиуд, сын его». Финес отличался особой ревностью о чистоте народа Божия, которую он доказывал, в том числе с оружием в руках. Далее, с 54-го стиха и до конца, до 81-го стиха, говорится о городах, которые были отданы левитам. То есть, для них не было надела в виде какой-то земли, хотя для каждого колена был надел земли. Были земли, где жила там колена Манасина, одна часть за Иорданом, другая в за Иордане. Были земли других колен, а вот для священства не было земли. Им давали города, чтобы они размещались между коленами, чтобы священники были в шаговой доступности от каждого еврея, чтобы они могли совершать какие-то обрядовые действия, наставления веры осуществлять, хотя служить вот так полновесно они могли только в Иерусалиме, только на горе Мария, только в храме, после того, как храм был построен. Но до построения храма они могли совершать служение в разных местах. В разных местах, и здесь мы видим, что они пели перед Ковчегом, там, где он находился, и когда его переносили, они как бы перемещали свое вот это общественное служение. А с другой стороны, города левитов — это принцип независимости духовенства от мирской жизни. В этих городах они вели свое хозяйство, но очень важно, как священники независимы, социально независимы, потому что когда мы впадаем в зависимость какую-то социальную от каких-то местных людей, какие-то транши получаем от них, и так далее, здесь есть некая опасность, что эти люди начнут управлять в церкви. Такое действие называется цезарепапизм, когда светская власть, светские правители вмешиваются в дела церкви, в дела духовенства. Есть две крайности — папизм, когда церковь берет на себя несвойственные функции полномочия, но более худшее явление — это цезарепапизм, когда народ божий так срастается со светской властью, что в церкви командуют мирские люди. Например, Петр I до подобия Генриха VIII, он взял именно эту модель английскую, и он объявился главой церкви после смерти патриарха. Он запретил избирать нового патриарха, сам стал главой церкви. Причем он был главой церкви не только православной, он был главой церкви лютеранской на территории Российской империи. И он назначал епископов для лютеран, и епископов для православных, и он учредил должность оберпрокурора Священного Синода. Это звучало так. Дабы над всеми церковными делами стоял бы добрый офицер, который бы управлял делами церкви ко благу государства российского. И мы знаем, что целый ряд оберпрокуроров были откровенные масоны, открытые масоны, которые рулили церковью, как хотели. Конечно, были такие светлые личности, как Победоносцев, например, но в целом это были люди даже иногда враждебные по отношению к церкви. Поэтому наличие городов для левитов это очень важный такой прецедент, который свидетельствует о независимости от духовенства, от мирских каких-то нужд, а прежде всего от мирских людей, чтобы те, кого мы пасем, не начали попасти нас самих. Как в советское время мы шутили. Да, в Советском Союзе церковь отделена от государства, только государство никак от церкви не отделится.